Итак, всем привет! С вами снова Танкист и сегодня снова Арма-3. Продолжаем разбираться с минометом 2Б-14. Если в прошлом моем видео мы разобрались, как наводиться на цель, если мы не видим ее в наш оптический прицел, то есть если она находится за горою, за холмом или очень далеко, используя точку наведения, то сегодня будем разбираться с тем, как ввести корректировку прицела, если наша цель находится много выше или много ниже нашего миномета. Итак, запускаем. Появились мы на карте, все как всегда. Для начала необходимо нам сориентироваться. Так, видим большую горку. Это и есть наша цель. Мы здесь приблизительно вот в этом закутке. В этом закутке. Да, вот она и этот домик. Итак, нашли свое местоположение. Азимут на цель у нас 200... Нет, 175... 177... Но это и не принципиально. Сегодня цель наша в прямой видимости, поэтому будем бить прямой наводкой. То есть высчитывать точку наведения и тому подобное нам необходимости нет. Одну часть миномета сбрасываем на землю, другую часть вешаем за спину, за одну за таблицу стрельбы и инструмент для работы с картой. Здесь есть такая особенность, да? Миномет у нас собирается в ту сторону, куда мы смотрим лицом. Для того, чтобы нам меньше потом крутить двух ноги, переставлять и так далее. Я засекаю азимут на цель. Приблизительно 27 тысячных... 27... где-то 80, да? Теперь появляется меню. Поворачиваюсь именно на тот азимут, который выскакивал при осмотре на цель и собираю миномет. Все, миномет собран. Сразу же его горизонтируем. Сегодня будем... Так как сегодня мы рассматриваем зависимость нашего угла миномета от дальности, то есть, вернее, влияние разности высот на нашу стрельбу. Поэтому сегодня нам будет абсолютно непринципиально, по каким углам мы стоим. То есть, данные угломера мы оставим на 32 ноля. То есть, наш окуляр будет смотреть туда, куда смотрит ствол миномета. Сейчас нам необходимо осталось замерить дальность. Нам будет нужна только дальность. Для этого мы открываем инструмент работы с... инструмент работы с картой. Берем его. Все, как всегда, приложили. На Alt развернули. Совместили его с целью и... замерили. 2, 2, 100, 2, 200, 2, 300, 20, 2, 330. Дальность, как обычно обозначу, миномета равна... 2, 330. Отлично. Что еще нам надо? Так как мы будем рассматривать влияние разности высот, то, соответственно, нам нужно знать разность этой высоты. Определяем. Здесь нам поможет, опять же, карта. На какой высоте мы находимся? Вот она, наша точка. Обратите внимание на интервал контуров. Если я буду удалять карту, интервалы контуров постепенно изменяются. То есть, что это значит? Это значит, что между вот этой полоской, красненькой, и следующей, которая чуть пониже, серенькой, интервал 20 метров. Это и есть интервал контуров. Ну, про масштаб карты, я думаю, рассказывать не надо. Что вот эти... Вот это расстояние является 500 метров. Можете посмотреть. Совместил, да? Пол квадрата 500, значит, весь квадрат километровый. Километр на километр. Итак. Смотрим. Смотрим на интервал контуров 1 метр. Пик высоты. Это 5, 4, 3, 2, 1. Наша высота 1 метр. Обозначаем. Ну, где-то высотами на метр, наверное, вот так вот. Равна 1 метр. Таким же образом определяем высоту цели. 65, 64, 63, 62. 62,5. Ну, пускай будет 62. На самом деле, все эти метры, 5 и 1, ну, не такую большую роль сыграют. Итак, высота цели. Обозначим ее так. 262, мы сказали, метра, да? Разница высот, наша разница, разница высот будет равна 261 метр. 261 метр. Итак, дальность до цели мы определили, разницу высоты определили. Теперь переходим к самому интересному, да? Открываем таблицу нашей стрельбы. И здесь для меня было открытием, буквально вчера, да? Решил сегодня записать видео. То есть здесь забиты все наши необходимые данные, которые не требуют уже расчета, да? Чтобы стрелять на 100 метров, необходимо выставить прицел на 3,46, чтобы на 150, на 3,96, и так далее, и так далее, и так далее. То есть с этим вопросов нет. Но здесь есть еще третий столбик. Итак, третий столбик. Что это такое? Это и есть наши поправки в прицел, в положение миномета на каждые 100 метров разницы высоты. Для каждой дальности своя поправка, да? Чем дальше, тем поправка больше. Да, вот. И что самое интересное, есть определенная зависимость этой поправки от типа нашего заряда. То есть смотрите, берем заряд основной. На 450 метров может быть разница в высотах. Если разница в высоте 100 метров между целью и минометом, поправка вводится 86. Для первого типа та же самая дальность 450, но поправка уже 5. То есть представляете, да, что чем выше траектория полета снаряда, тем меньше будет ошибка в наведении. Для второго типа снаряда 450 уже 0,002, для третьего 450 уже 0,001. В принципе, если бить на 450 с третьим снарядом, то снаряд практически ляжет туда, куда нам будет необходимо. А у дальноборенного снаряда тоже один, да? Поэтому, имея как бы наглядный пример, что чем мощнее заряд, тем меньше ошибка в наведении. Поэтому возьмем, воспользуемся дальнобойным снарядом. Мы сказали, что дальность до нашей цели 2 километра 330 метров, да? Итак, ищем дальнобойные снаряди. 2 300 и 2 350. 2 330 нету. Что мы делаем? Итак, рассчитываются эти 30 недостающих метров следующим образом. Мы с вами определили, что 2 300 метров соответствует 5, ну, в тысячных 0,5 50, да? Вот так вот запишем, да? 2 300 соответствует 0,5 50. Следующий шаг. Это 2 350 метров. Ему соответствует ему соответствует прицел 0,5 57 тысячных, да? То есть, что мы видим? Что через 50 метров наш угол изменится на 0,7 тысячных. Это значит, что для 50 50 метров соответствует 7 или 0,7 тысячных. Правильно? Это 50 метров. У нас их 30. Значит, что нам нужно? Нам нужно узнать, что 1 метру будет соответствовать 0,14 тысячных. То есть, мы 7 разделили на 50, получили 0,14. Это 1 метр. У нас их 30. Значит, 30 метрам будет соответствовать 0,14 умножить на 30. Получаем 0,04 тысячных. То есть, наша мы берем поправку 2,330. это 0,550. Прибавляем 0,04. Получаем 5,54. Это значение нашего прицела без учета разности высот. Но мы сказали, что наша цель находится на 261 метр выше. Поэтому наши снаряды долетать до нее не будут. Ну, тем не менее, давайте попробуем. Открываем прицел. Вводим наше значение 5,54. 5,54. Перенастраиваем прицел. Итак, совместили наш 0. Опустим окуляр. Итак, все. Наш миномет смотрит на цель. Значение угла мы ввели на расстояние 2,330 метров снаряд мы выбрали дальнобойный. Готовим снаряд. Дальнобойным 1,2,3 снаряда. Сейчас мы будем вести огонь без учета поправки на разность высот. То есть, будем по идее данные в прицел введены как будто бы наша цель находится на одной высоте с нашим минометом. Выстрел. 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 Даже бинокль не нужен. Можно все увидеть в прицеле. Где-то будут должны на этом склоне упасть. Наверное, где-то вот здесь падать. Итак, ждем. Можно было, кстати, еще замерить, что это время полета снаряда. Где-то 40 секунд. Немного 40 секунд. Вот. Раз. Ой, думал здесь уже. 2. Ну, недолет. Видно, что явный недолет наших мин. 3. Недолет, да? Теперь будем разбираться с поправкой по высоте. Согласно нашей таблице, для дальнобойного снаряда поправка между 2.300 и 2.350 составляет 0.05. То есть для 2.330 будут те же самые 5. 2.300 60 даже будут те же самые 5. 5.000 наша поправка. То есть для 100 метров высоты разницы в высотах соответствует 0.05. Да? Ну, или кому удобно 0.05. тысячных Я больше этого не буду расписывать и так понятно, да? Для одного метра разницы в высоте будет соответствовать значение прицела в 0.05. Тысячных, да? Блин, давайте вот так это будет соответствовать 0. 0. 0. 0. 0.5. То есть вот таким образом будет выглядеть. Да? Теперь это одного метра соответствует значение 0.05. 0.05, да? Но у нас их 261 метр разница в этих высотах. Поэтому 261 мы умножаем на 0.05 и получаем 0.013 тысячных. Именно вот эту поправку нужно ввести в прицел для того, чтобы наши мины ложились точно на эту гору, да? То есть значение нашего прицела были 5.54. К ним мы прибавляем 0.013 тысячных и тем самым получаем 5.67 5.67 значение новое значение нашего прицела по углу. Открываем прицел. Было 5.54 добавляем 0.13 5.67 67 ставим треугольничек на 0 поставили треугольничек на 0 здесь все у нас совпадает но можно поднять окуляр если угодно все выходим готовим еще 3 пристрелочных мины проверим правильно ли мы 2 3 3 сделали расчеты сейчас наши мины должны ложиться четко на гору четко туда где стоит противник 2 и 3 заряжаем и ведем огонь выполним 3 выстрела и можно опять же наш оптический прицел посмотреть и так ну по идее по идее сейчас должны лечь именно на эту гору с учетом всех своевладим и всеми поправками ждем есть отлично ну надеюсь что это просто разброс 2 из 3 попали четко прекрасно значит осталось подготовить мины дальнобойные давайте вот столько сейчас отстреляемся по нашему нашей цели и потом попробуем там появиться и посмотреть всех ли мы убили проверю настройки прицела все вроде в порядке ну должен сказать что у меня еще сколько я тренируюсь ни разу не взбивался прицел то есть не только отсутствует необходимость горизонтировать после произведения выстрела но и даже возвращать треугольничек в центр необходимости нет так все берем бинокль и наблюдаем ну блин я прям рад четко попадаю как бы с двух почти с половиной километров так класть это норм ну как-то так ма тх не разорвался вроде все ну навряд ли конечно мы всех там убили но попробуем глянуть ну деньги здесь в домике появлюсь чтобы сразу меня не расстреляли ага один точно ездит но я все равно рад зачет всем спасибо надеюсь было интересно был полезен